Привет, народ! Сегодня 20 января. Я возвращаюсь к Рабини, белой акации. В одном из своих роликов, ссылка на него будет под видео, я показывал один из способов, как можно прорастить семена. Сегодня решил обратиться к другому способу, который называется скорификация горячей водой. До этого я этого не делал, потому что у меня было мало семян. Сейчас семена появились, я решил все-таки определить, что такое горячая вода. Все говорят горячая вода, горячая вода, но для меня это ни о чем. Для всех горячая вода это разные вещи. Поэтому я взял тарелку металлическую, крадочник, беру три штуки семян и перемещаюсь на кухню, где я начну скорификацию горячей водой. Почему я решил это сделать? Справочники, о которых я постоянно говорю и которые можно скачать в группе вконтакте. Ссылка на группу будет под видео. Я нашел все-таки необходимую температуру воды. Здесь написано температура воды 80-85 градусов и оставить в этой воде до остывания. Чем мы сейчас займемся? Итак, я переместился на кухню, поставил металлическую чашку с семенами на плиту, наливаю пол чашки воды. Температура воды 14 градусов. Включаем плиту. Ставлю небольшой нагрев, чтобы успеть вырубить. Начинаем нагревать. Так температура начинает потихоньку расти. 40, 50, уже появились пузырьки в воде. Забыл сказать. Опять начну задавать вопросы, что за вода. Вода из-под крана и так уже почти 60. Приближаемся к 70. Если какое-то семечко плохое, съедено, больное, короче, неженеспособное, оно должно свариться и загнить при проращивании. Уже пошел пар. Если не видно, поверьте, пар идет на старт. Внимание. 80. Вырубаем. Итак, 80 градусов мы достигли. Теперь я оставляю семена в этой воде до остывания. Вода остыла до комнатной температуры, градусов 20. Вот там три семечка наших плавает. Теперь я возьму коробочку, в которой у меня насыпаны влажные опилки. Так, перекладываю семечки на влажные опилки. Раз, два, три. Здесь у меня прорастают, здесь у меня уже пророс пузыльник. Как прорастить пузыльник, я тоже сниму видео. Закрываю крышкой. То есть написано, не обращайте внимание, это коробочка, где я проводил теплую стратификацию лимонника. Об этом тоже есть видео на канале. На всякий случай ссылку размещу. Теперь я эту коробочку убираю в теплое место, где у меня температура 22, ночью и градусов 30 днем. Вот у меня есть такое укромное место, где сейчас у меня температура 32 градуса. Но ночью она упадет. Это укромное место у меня расположено на светильнике. Тепло от светильника греет здесь воздух. Так, вот сюда я ставлю баночку. И через два-три дня они у меня должны прорастить. Вариант номер два. Вдрываем воды без семян. Включаем плиту. Температура воды 20 градусов. И нагреваем ее до 82-83 градусов. Восемьдесят еще парочку градусов. Ну вот где-то 84-85. Пять. Четыре семечка. Робинее. Бросаем. Теперь ждем пока вода остынет до комнатной температуры. Прошло пару часов. Вода остыла до комнатной температуры. Сейчас я положу их на проращивание. Возьму ватные диски. Для экономии разделю его. И на один из них кладу семена, которые прогрелись при 80 градусах. Четыре штучки. Накрываю вторым диском. Смачиваю. И убираю теплое место. Прошло два с половиной дня. Значит, вот эти вот, из этих трех набухло одно семечко. Это семена нагревались вместе с водой. А здесь набухло два. Это семена бросались в нагретую воду. Прошло три с половиной дня. Результаты первого нагрева. Это где вода нагревала смесь с семенами. Здесь трех, два набухло. И один уже успел прорасти. Результат второго эксперимента. Это где сухие семена были положены в горячую воду. В воду температурой 80-82 градуса. Из четырех семян два набухли. Но они скорее всего прорастут. У этих прошло три дня. Финальный результат. Я добавил еще третий вариант эксперимента. Сейчас я про него расскажу. Третий вариант. Семена 12 часов замачивались в воде. При комнатной температуре. После этого я их опустил в воду температурой 82 градуса. Но можно брать 80-85. Оставил не до остывания. Через четыре дня они проросли. Это у меня розовая акация. Также 12 часов замачивалась в воде. При комнатной температуре. После этого я взял пол литра ватты горячей. 80-85 градусов. Опустил туда эти семена. Так они выглядят через два дня. То есть они тоже набухли. И последнее. Те семена, которые не прорастли в первых двух экспериментах. Я их тоже опустил в горячую воду. Тоже взял пол литра воды. Нагрел до 80-85 градусов. И опустил их туда. Как видно, после второй термической обработки. Они набухли. И один даже пророс. Итак, выводы. Для себя я выбрал последний, третий вариант. Итак, для тех, у кого нет градусов. Скипятили чайник. Берем кружку комнатной температуры. Наливаю кипяток. Чайник только что вскипел. Смотрим, какая температура воды получилась. А получается 82 градуса. Получилась температура та, которая нужна для стратификации белой акации. Обратите внимание, что кружка налито полностью. Если налить меньше, то нужной температуры не получится. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...